Мои хорошие, ебаные идеалисты Слышь ты, чепушила? Да? Чё, да? Работа к тебе есть, представь себе. Да? Короче, Новый боевой пропуск у нас будет. Нам поставили цель. Нормально надо бабулесов заработать. Скины надо продать бабские. Нормально продать, понимаешь? Не как обычно. И пушки надо придумать. А пушки надо придумать необычные. Такие, типа, которых никогда не было. Чё хочешь, делай, но чтоб к следующему месяцу это было готово. Ясно? Да. Молодец. Да. Кинокомпания не так добко представляет. Гениальные идеи. Или весь сок новинок Warface. Ну давай, родчишка, расхвали новый донат. Это будет сложно, честно. Приветствую вас, леди и джентльмены. Хедшот, детка. You got own, другие подруги. С подчином тебя. Благодарю тебя, дружище. С вами Мордит. Капитан Очевидность. И... Оружие под названием... Штэн. Мультикил. Ну, пока что успех. Это недоразумение, случайность была. Оружие, которое, в принципе, ну, было бы годным. Не сказать, что таким прям вот топовым. То есть, это явно не конкурент для АК-12, Брена. Ну, мне так кажется. Но... Сука. Но проблема в том, что у него два прицела. Один механический. Вот этот. Который у меня сейчас. Не самый удобный, но... Да нормально все. Просто привыкнуть надо. Да что провыкать-то? Нафиг мне к этому провыкать? Это что, блин? Лютая имба новая? Нет? Нафига мне к ней провыкать? И двукратный прицел. А двукратный прицел это вообще, сука, это что-то, нечто, блин. Открывается на весь экран, блин. Такая шляпа, короче, шняга большая. Нафигу нужен? При этом еще отдачу имеет. Я считаю, что такое оружие, вот, оно не должно иметь отдачи. По ТТХ это, ну, почти та же берета. Чуть получше. Я бы сделал ему отдачу как у АК-12 полностью, то есть почти отдачи нет. И дал бы хотя бы, ну, Тругло тот же еще. Это будет справедливо. А так я не знаю, блин. Это, это, сука, издевательство какое-то. Серьезно. Ну, с мушкой еще кое-как стрелять можно. Но, честно скажу, особого удовольствия от этой стрельбы ты не получаешь. Потому что больно. Да. Реально больно. Реально глубоко и надежно все в итоге получаешь. Вот так. Бля. Наклонировали. Не знаю, когда ты воюешь с другими Штенами, тебе жизнь кажется, в принципе, не такой уж и плохой. Но, как только появляются Крисы АК-12, как-то становится грустно. Да, очень грустно становится, когда ты с ними стреляешься. Потому что, ну, АК-12 это АК-12, это не Штен. И он как-то нагибает все-таки. Вот так, где-то еще, да. Блин. Я не очень могу понять, как это все было придумано. Вот та версия, которая в начале видео была. Мне кажется, это самый реальный вариант развития событий. Что именно, примерно, вот так оно и было. Рокутагин, ну вы все время жалуетесь. То имба, это имба. Вот вам не имбу дали. Вы опять жалуетесь. Кэп, мы просим норма... Сука, бля. Оружие, если делать, нормальное. Да, сука, оно должно попадать. Да, сука. Это вообще, как бы, мусульчезация. Отличая, опять меня с Криса перестреляли. Давай, детка, а ты можешь есть. Я лучший. Я нагибаю. Вот так вот. Все, меня не остановить теперь. Выбивать я ее не буду, однозначно. Да не знаю, по-моему, нормально. Разнообразное, действительно, уникальное оружие. Скины какие-то, бусты хотя бы теперь дают. Да, давай, давай. Машисть меняется. Это просто ты еще не привык. Да, какое-то непонятное оружие. Скины дают бусты. Хммм, что-то мне все это напоминает. Где-то я это уже видел. Да. Ну, в принципе, как известно, все новое, это хорошо забытое старое. А теперь пойдем попробуем новый киллтег. Кстати, Рокутагин, а где мозголом в начале? Какой нахрен мозголом? Ты что, шутишь, что ли? Сука. Ты хочешь, чтобы я с этим играл? Старался? Играл 5, 10, 15 каток, чтобы мозголом поставить? Не. Не надо. Что-то в рот попало. Я извиняюсь. Это, наверное, аж медки, блядь, от Штенна. Да. Я киллтег с собой возьму. И рачком я всех нагну. Новый киллтег, ребята. Давайте скажем честно. Это урезанный Эчкар. Отдача как у Эчкара, что пистолету совершенно не подходит. И урон, темп, все делает... Да, вот так оно и бывает, сука. Вот. Блядь, набор самонагиба. Вот так вот. Штенн плюс киллтег. Не, ну что я говорю, в принципе, к нему можно придрочиться. Он еще будет гнуть. Но вот этот киллтег, это вообще что-то. Это, сука, недоразумение какое. Этот пистолет, он вообще не нагибает. Не, он нагибает на тебя самого. То есть... Я хрен его знает. Что это? С чем это? Серьезно, если взять простой какой-нибудь пистолет. Ну, более-менее нормальный там. Пистолет генерала, например. Хороший, отличный пистолет за варбаксы. Он будет лучше, чем этот. У меня есть любимый пистолет. Это даже не донат. Это Вальтер 99. Вот, вещай, я с ним намного лучше буду гнуть здесь, чем с этим Штенном. Вот, намного лучше. Что ты, Штен, говорю? Ну, смотри, пистолет-то, по-моему, лютый оказался. Да, вообще лютый, сука. Чем он лютый? В каком месте кэп? Ты меня хоть слушаешь, сука? Смотришь куда-то, блин. Че ты туда смотришь? Че ты смотришь? Вот это, вот это, че такое? Он не попадает даже, блядь. Сука. Ай, блядь. Вот это, я понимаю, это ару. Вот это настоящий киллтег, а не то, что у меня в руках. Вообще недоразумение какое-то. Есть, детка, я убил одного. Надо мне медаль дать. Орден сутула, блядь. Давай, мои сладкие, гни, блядь. Ты спас... Да, хэдшот, невероятно. Все, блядь. Я понял фишку. Ай, блядь. Разработчики, вот скажите честно. У вас правда вот этот лютый, лютый креатив, по-моему, пошел. Да, я смотрю. Мне непонятно. Вы знаете, в чем проблема наших разработчиков? Потому что я с ними знаком, с нашими комьюнити-менеджерами, там, всякими, разработчиками. Вот как какого-нибудь комьюнити-менеджера не добавишь, друзья, в Warface? Он тебе ник скажет, ты такой добавляешь, смотришь, там, блядь. Игре восьмой год идет, а у него птичка или ежик какой-нибудь, да. Не, есть особые задроты, они даже до бессмертных докачались. Правда, до льва, по-моему, даже никто не сконял. Может, ты просто не раскусил фишку у этого оружия? Я сразу раскусил, я съеду, я сейчас тебе фишку рассказываю, хэп. Наши разработчики, это люди, которые, как правило, там, до конь птички докачались. Да, вот. И... И они считают, что они знают, как надо делать оружие. То есть, они что-то выдумывают. А мы страдаем, да. Кстати, вот в других играх у наших разработчиков максимальные ранги, наших каких-то, комьюнити-менеджеров. Я в Call of Duty играл, там, максимальный ранг у человека. Боевой пропуск только, там, две недели прошло, он у него уже прокачан максимально. Все нормально, все как положено, все хорошо. Почему так, а? Не, я не буду говорить, почему как. Мы все и так понимаем, прекрасно. Разработчики, ну, хоть бы у нас поинтересовались. Вы можете какой-нибудь закрытый тест сделать? Пригласите ютуберов, позовите меня, там, костяна-медиума. Не знаю, кого-нибудь там. Дамира, блин, позовите. Кого еще? Разорку позовите. Элиза Серегу позовите. Не, ну, может, они апнут как-нибудь его еще, там, прицелы добавят, точность улучшат. Да ему что, не добавляй, это жопа, ты понимаешь? Его вообще полностью переделать надо. Если Штент там одного прицела добавил, достаточно, уже нормальная пушка будет. Здесь как ты апать-то будешь, сука? Она даже не попадает, это, блин, это чудо в перьях. Это Ичкар урезанный. Тут вообще надо полностью всю идею менять. Ёбаный насос. Мне кажется, иногда, что я сплю, когда захожу вот на этот ПТС. Да вообще, что-то как космос какой-то происходит. Вот так, детка. Да серьезно, вот, чтобы с этим играть, это надо быть либо лютым мазохистом, либо почему-то каким-то особым лютым фанатом этой пушки, чтобы учиться с ней играть. Я не знаю, зачем? Она не обладает ничем сверхъестественным. Более того, я даже на большие дистанции стреляю, она может голову не ваншотить, по-моему, да. В ней нет вообще ничего выдающегося, по большому счету, понимаете? Вот, сука, что это было? Я не понял, я в голову попал. Нет, ну вообще, это что-то с чем-то. Понимаете, проблема в том, что с ней еще попасть надо. Вот я попал. Вот я, сука, не попал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блядь, это комедия. Давай, есть, детка, есть. Да, ну, блядь, я же все... Эх, ебнутая серия получается. Зато скины новые красивые. Да, скины новые вообще сочные, блин. Падшие женщины, стриптизерши из местного бара. Эх. В общем... ПТС очень неоднозначно, скажем так. Ха-ха-ха-ха-ха. По-другому я никак не могу это рассказать. В общем, леди и джентльмены, другие подруги. Честно говорю о душе. Штерн можно исправить, если добавят хотя бы один прицел. В принципе, может быть, кому-нибудь зайдет играть с мушкой. Тогда, в принципе, ну, может быть. Но это не топ-донат, я считаю. Я считаю, что, ну, как минимум, бренд точно лучше. Это по-любому. АК-12 еще, если ты придрочишься с этим штеном, может быть плюс-минус. Ну, как бы, зачем, если есть беретта. А как бы вообще есть бренд. Да. Такие дела. Что касается вот этого псевдопистолета Килтека. То я рекомендую вам лучше играть с варбаксами. Серьезно, чем с этим. В любом случае, если данное видео оказалось для вас полезным. Оно могло быть очень полезным. Вы сэкономите свои деньги, причем очень хорошо. То ставьте деньги... Оговорочка по фрейду. Ставьте лайки. По желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно. Без этого, блядь. Вот никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. Увидимся. Пока. А по-моему нормально. Ненормально. Идею спиздили. Какую идею? Идею из игры, которую нельзя называть. Ты из оружия целишься, целишься, стреляешь, стреляешь. А оно не попадает. КОНЕЦ АНТРОЕ ГОЛОВА АНТРОЕ АНТРОЕ